Отрывок из главы 22. Первые книги. Вокруг нас образовался вакуум. Все знали, что мы пишем книги, но никто не предлагал нам помощи или хоть какого-то содействия. Некоторые спрашивали, а почему вам не поможет Бог, раз вы его книги пишете? Но дело в том, что Бог помощь оказывает через других людей, как, впрочем, и наказывает тоже через материальные руки человека. Одному человеку он создает трудности, чтобы испытать его, а второго соприкасающегося с ним ситуации он посылает оказать ему помощь. И если человек не догадывается, что именно его посылает Бог для оказания помощи другому и не помогает первому, то он не проходит испытания. В одной ситуации тестирует сразу многих людей, проверяет чувство веры в Бога, качество сочувствия, бескорыстия, доброту и многое другое. Но человек об этом никогда не задумывается. Он ждет чуда на уровне фокуса и не желает осмыслить происходящее. Если не уверен в добродетелях своей души, опасайся оказаться рядом с Божественным делом, ибо может оказаться, что тебе в нем отведена огромная миссия, а ты, ввиду каких-то своих амбиций или недопонимания чего-то, упустишь возможность помочь Богу в реализации Его дела, и тем самым лишишь себя возможности заслужить Его благодарность. Каждый мечтает быть на первом месте, но ошибка человека состоит в его нежелании понять, что в любой цепи каждое звено имеет большое значение для сохранения ее целостности. Поэтому в любом проекте Бога один человек начинает Его, второй продолжает, третий подхватывает и так далее. И каждый из них важен для своего интервала времени и своей аудитории. Субтитры создавал DimaTorzok